Я оказался заложником и жертвой построенной годами обычной действующей системы и механизма. Бывший заместитель Акима Акибастуза приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки – 2 миллионов 300 тысяч тенге. Экс-чиновник Баужан Ахметов признает, что собрал средства с компанией подрядчиков, но потратил их не на собственные нужды, а на прием высокопоставленных столичных гостей. С января по мае 2021 года я организовывал встречу делегации во главе с Акимом Павлодарской области Абльхаир Бахтабаевичем, министров, действующим на тот момент премьер-министром Асхаром Маминым и председателем Сената парламента Дарьевой Назарбаевой. При этом в местном бюджете расходы на такие мероприятия не предусмотрены. Все средства до копейки потрачены на проведение встречи гостей. Это подтверждено свидетелями и имеются квитанции. Ни теина на личные мои нужды не тратилась. Время, которое называет Ахметов, совпадает с датами визитов по Владарской области Оскара Мамина, тогда премьер-министра. Глава правительства объехал несколько предприятий в Экибастузе и ознакомился с проектами. Дарьега Назарбаева посещала город 1 июня прошлого года в бытность депутата Мажелиса. Она побывала в реабилитационном центре для детей. Родные и близкие Баужана Ахметова не согласны с приговором. Они считают, что доказательства не были приняты во внимание. Дело рассматривалось однобоко. Супруга и мать бывшего чиновника обращаются к президенту и призывают переквалифицировать обвинения с получения взятки на превышение служебных полномочий. Не как взятка, а как просто превышение должностной полномочии, так как он действительно давал поручения своим специалистам, чтобы они организовывали. Родственники экс-зам Акимова намерены подать апелляцию на приговор. Акима Кебастуза тем временем заявляет, что не поручал своему подчиненному собирать деньги из компании на прием гостей. Баужан Ахметов был назначен заместителем Акимов в 2020 году. Вместе с ним задержали еще двух сотрудников Акимата. Их приговорили к семи годам лишения свободы каждого.